Валерий Кузьмин, директор А.Семкин Валерий Кузьмин, директор А.Семкин Валерий Кузьмин, директор А.Семкин Валерий Кузьмин, директор А.Семкин Ни уголовными делами, ни давлениями на родственников, ни иными способами. Оказалось, что намного легче было договориться с Владимиром Николаевичем, который в конечном итоге предал свое ближайшее окружение, своих соратников и слил партию перед выборами. Именно поэтому из руководства были устранены те, кто последние годы бескомпромиссно боролся с олигархами и с режимом. Только устранив их, можно было создать комфортные условия для будущих договоренностей с Плохотнюком и, к сожалению, сегодня эти условия благополучно созданы. ПКРМ пытаются уготовить роль конструктивной, карманной, а для Владимира Воронина почетной оппозиции с имитацией протестных действий. Меня, да я думаю, что и сотни тысяч избирателей, которые голосовали за ПКРМ, это абсолютно не устраивает. Я считаю, что это предательство партии и ее избирателей. Подавляющее большинство коммунистов хотят побеждать на выборах, а не быть у кого-то на поводке в роли ручной оппозиции. Как бы нам не хотелось это признавать и осознавать, но последние действия Воронина привели к тому, что наши политические оппоненты в открытую уже подшучивают над нами и смеются над тем, какой послушной и конструктивной, не задающей никаких вопросов, становится фракцией ПКРМ в парламенте. Последний красноречивый тому пример обсуждения в парламенте вопроса о ратификации соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Считаю, что решение Воронина не участвовать в дебатах, не задавать вопросов, а в конечном итоге выход из зала и отказ голосовать против ратификации соглашения является серьезной политической ошибкой, нарушением решений высшего органа партии, съезда, который однозначно и единогласно, кстати, высказался в пользу интеграции Молдовы в таможенный союз и более тесные связи с Россией. Решение Воронина не голосовать против соглашения об ассоциации идет вразрез с партийными решениями и является продолжением политики и желанием усидеть на двух стульях, от чего может пострадать вся партия и ее репутация в целом. Считаю, что для преодоления сложившейся кризисной ситуации внутри партии, для мобилизации сил перед выборами необходимо в самое ближайшее время созвать внеочередной съезд партии, на котором не только утвердить предвыборную платформу ПКРМ, но и избрать новое руководство партии тайным голосованием на альтернативной основе. Уверен, что съезд партии примет верное решение. Члены партии, коммунисты, наши избиратели боролись все эти годы с режимом не для того, чтобы руководство ПКРМ сдавало партию на последней стометровке перед выборами. Убежден, что Владимир Николаевич должен признать ошибки, взять на себя политическую ответственность и уйти. Призываю Владимира Воронина на будущем съезде не выдвигать более свою кандидатуру на должность председателя партии. Если же это произойдет, считаю необходимым, чтобы выборы проходили на альтернативной основе и готов выдвинуть свою кандидатуру в качестве альтернативы Воронину. Еще раз повторюсь, партия должна выигрывать, руководитель партии должен хотеть побеждать и делать для этого все необходимое и все возможное. Так как у меня нет другой возможности обратиться к активу партии, как через пресс-конференцию, призываю всех коммунистов, членов ЦК партии не допустить сдачу партии Плохотнюку. Для этого необходимо требовать проведения внеочередного съезда и менять ситуацию изнутри. Только так мы победим. Спасибо за внимание.